вот это моя фотография слива китайская агросемфонд если бы она несколько месяцев не торчала в рекламе вот только включается вот это вот потом помнишь недавно я бы не могу я же вижу все это кого вы дурите-то и обязательно персик сибиряк мы назвали сибиряком мы не обманули сибиряк нет, он Анатолий Хасанский вот только из-за этого мордой тычу не верьте вот этому ничему а сейчас, знаете, вот эта подборка это когда кстати, медовая как не капает еще вот это урожай последний урожай, 20-й год я просто взял одну хотел поместить потом не выдержал посмотри в Сибири такие яблоки а почему я эту фотографию вначале я половину сожрал, извините а потом поделился с муравьем вот главный дегустатор не я, я могу обмануть оно кислятина а этого не обманешь вот а вот это представляешь почему их в тюрьму не садят они же людей отбирают ну нет же у нас же как пожилые они сейчас деньги кому-то отдают так же? кто-то бывалый миллион накопит это надо отказывать себе всю жизнь а за эту старушку которая вдруг мошеннику отдала миллион вот а всю жизнь не доедала в ревосу лекарства экономила ну и 100 тысяч 200 тысяч 20 тысяч за это расстреливать надо и вот эти же старушки вот это же купят ну красота какая ой какая красота ой витамины круглый год но это ладно простые правила обрезки осенью ладно и это ладно вот как правильно обрезать яблони в сентябре вот это все забит этот Яндекс эти подлости заметь правила обрезки осенью в сентябре почему это делается? внимание смотри на мою эту дату когда я снимал? май 20-го года какого май? 21-го я снимал 21-го сентября когда обрезать? в сентябре когда в сентябре и вот это Китни начал их обзывать да? вот потому что вот эта фотография она опять вот ты знаешь вот нахрен вот здесь плохо видно да? и уже не будем на это время терять посмотри вот нахрен вот нахрена он вот это вот рано сделал в сентябре тут же соседние начинают просыпаться в сентябре вместо того чтобы заснуть а я же не просто смотрю я же а сейчас говорю я нудный вредный а? гражданин кольцов смотрите отрезал отрезал видите? вот он изувечил все это статья может быть полезна это предательство это подлость ты ничего не знаешь ты ничего не понимаешь блок о жизни какая жизнь? блок о смерти взять вот это вот это вот перед зимой вот эту рано мало того если бы она просто была барана ну туда мороз попадает он не знает то что проснуться сейчас и вот здесь вот после этого порезут волчки уже коснется еще года здесь будет несколько волчков это 100% потом будет приказано их уничтожить и снова раны вот это вот и есть действительность вот так выглядит это самое почему? потому что сентябрь спасти яблоню от болезни 5 простых правил обрезки осенью ну что ты буду делать а еще знаете фотографии это с интернета сама догадывайся вот скорее всего даже где-нибудь в Польше или в Уталии сняты и наши уже тоже повторяют это звонок из Сульской области так смотри во-первых я использовал извини это твоя фотография сознавайся мое из Мельчуринска так что мы видим сплошная это так сказать принесло прям была сплошная обработка черный пар так без подкормок они бы сами жили спокойно но теперь у них травы нет листьев упавших нет без подкормок выжить не могут согласна теперь их все осталось здесь кормить надо вот но я это так называю если есть нормальная кухня взяли тарелки налили борщу поели так а теперь писаем себе что тебе в глупку шланг вставили так вот и вместо нормальной жизни когда деревья они так же если они не скалечены они любят друг друга у них есть общение у них есть биополе об этом вообще не знают калечен вообще не знают вот и биополе закалечен а потом что вечная сырость потому что рассчитать сколько им воды надо невозможно дальше у них у этих яблонь это твоя фотография сама виновата вот это ты там углядела у этих яблонь нет корневых шеек это палки воткнутые в землю так вот это не сеянцы или не корневые отводки при массовом производстве это только могут быть палки отсутые потом на них прививают привили здесь вечная сырость несколько телескорет они все сгниют а им записали такой срок и действительно никто не спорит да действительно они должны дать отдачу а почему я все это рассказываю Елена Александровна вот вам спасибо за эту фотографию очень вам благодарен специально нашел с вашим папочкой есть там досье есть на вас звонок из Сырской области вот так Константинович помогайте все идет 70 гектар абсолютно старый больной старый больной сад я бы не 2,5 рубля то ли килограмм он сказал то ли ведро принимал кто-то там носок или еще куда-то полностью неперспективный полностью убыточный вот я говорю и вот это слова выросли так я собрался заложить новый сад но у него 70 гектар не все же по старым садам вот и мне сказали значит берешь готовые те самые вот это можно взять фотографии например вот это готовые саженцы ну то есть метровый штамп так вот палка набросшая калер вот это только было готовое вот купишь ну 2 гектара при такой площади надо рассчитать сколько там тысяч купишь посадишь я ему говорю я не запомнил ничего должен был быть продолжение почему потому что он сослался и назвал название а я умудрился я думаю легко и не запомнил питомника который ему посоветовали навязали можно сказать друзья там знакомые агрономы местные вот там в том питомнике купишь готовое а что действительно с меня вращать ну пусть там Сергей вот эти вот красавцы за 2 года выращивают вот эти красавцы и уже с цветами фактически а там получается купишь вот их ну там может скользить влезет куда несколько тысяч и вырастет в сад я ему забыл как его назвать Петя, Коля я говорю Петя, Коля пожалуйста ты представляешь тебе уже надо технику иметь это 100% тебе придется железобетонные столбы вкапывать удержать их можно только они все попадают доедину упадут только это самое в распятом состоянии вот так потом тебе придется делать всю эту систему полива потому что у них корни дальше не идут вот так и все а тем более когда поливают они вообще в России откажутся перекатился полив сразу болеть начинают а это не все теперь их надо удерживать вот в этих рамках в этих самых штамбах это бесконечная обрезка а это болезни где тут муравейник кто спасать то будет все дальше это бери трактор баллон потому что такой сад не это самое с этим уже конечно не получится бесполезно тут яда надо тонны ну и все и что вот все это я ему рассказал по телефону мы говорили час где-то вот я говорю вот назвал название питомника пожалуйста сообщите мне я наберу это название в интернете я посмотрю а не могут быть сайта без этого без фотографий я во-первых посмотрю это же легко фотографии свои чем или с интернета вряд ли надо там свое может найду нашел же я сады Урала я бы не нашел свое слева нашел свои абрикосы нашел свои вот и тишина скорее всего мне кажется я уже руки ему отбил от этого потому что это такое ненадежное и какая себе стройность у них а самое главное вот он выросит эти яблоки чем севернее это даже как бы это объяснить это по-человечески если где-то в бикини ходят а мы ходим в шубе а шуба деньги стоит а еще теплое белье а еще вместо туфелек сапожки как минимум так вот то есть нам жизнь на севере дороже обходится и так же и делаем здесь где-то короче так согласна вот здесь качество яблок будет ниже хотя бы потому что солнце огнеет ну просто за короткое это уже будет это не Италия и выдержит конкуренцию когда любой пойдет в магазин и купит яблоки красивейшие красивейшие а тут еще что пополовину и специально сорта именно для этого я как выращивал тогда это слава вечеринского у меня уже питомник свой сад промышленник уже дает урожай и на одном дереве интересно да вот такое слава вечеринского вот такая вот такая вот такая товарный вид я имел только как это я был а вот она слава а у меня это ну все ладно вот еще что я успел наговорить так вот еще один тупик ну красивая получилась колонна да красивая фотография ну по 3-5 я бы каждый год да 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 а больше и не будет забудьте навсегда про колонну в России вот взрослых деревьев были только в Сибири были только у меня взрослых такие все там до неба вот и те выродились довольно быстро а вот это вот ваша фотография дело в том что я вас попросил попозировать это черешня вот она хотя мной привита была на вишне так это брянская розовая вот может она чуть-чуть подокрасила ее подвой может может она изначально такая была она такая есть мелочь мелкая и вот тем кто меня слышит а я же стараюсь и тут и тут лоскутные обещания совсем другая тема ему можно эти черешни морозойкость уже предельная потому что вот сейчас мы подойдем а я без вас подходил вот потому что у вас были там другие проблемы сегодня я это половину времени без вас ходил значит живо все все почки живо и собирается засвистеть после какой-то зимы мы достигли предела которые вот эти вот они бы его тоже бы достигли вот эти но у них есть одно но они деревья калечат вот и подвоем нихрена не разобрались называть подвоем вот это вот да морозостойкая кто бы спорил но подвоем может быть только сибирская самая вишня как предел мечтаний как предел к которому надо приземлиться она же не знает ничего про это это ее округ это же не свежее ее издание просто они нет они не выходят за арки а здесь что мы делаем берем леточки прививаем на сибирскую самую вишню и возвращаем крупность обратно не сразу вот но самый первый снимок взял Александр вернул вернул вот а он профессиональный сын вот между прочим он не из этого самого не из этих которые наперед знают что ничего нельзя он профессионал другого рода он практик как нужно обрезать яблони в октябре смотрите когда я сделал этот снимок перед октябрем и вот эта подлость вероятнейшая что вот каждый раз вроде блог не блогера вот вон они лайки каждый раз чтобы заработать лайки нужно научить у них сажать деревья какая может быть в октябре обрезка ну а рядом правильная обрезка залог богатого урожая следующего года во-во-во-во и вот это набит вот этот интернет я его иногда в отчаянии он мне тоже помогает значит кто бы меня кормил да откуда бы новосибирцы приехали к Сергею да да заодно мне книгу купили бумажную как бы они бы это ну как да никак и в то же время это такая помойка в Китае есть сензора в интернете ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Евгений Церков заказал косточки в 16-м году весной 17-го посадил осенью 20-го первый урожай считаем посадил 17-18-19 на 4-й год он получил урожай смотрим нет ли тут фамилии а заказал уже лизал косточки персика сделаем сфекас ну так а как быть с этими дамами ведь это же в чем должно родиться а это же единственное это фотография знаете почему здесь она в этот благодаря Павла Троценко она попала в интернет вот почему она здесь она в интернет попала вот а у нее там фотографий больше и он прям живьем показывает вот сад все вот а как сделать как сделать так мы никогда мы никогда не посмотрим прямо настолько это было агрессивно мы не будем смотреть я каждый раз приглашаю я говорю я вам экзамен сдам вы не только троечку поставьте значит какой-то шанс есть потому что нам нужна поддержка а тут после Кольева же приехал ко мне так нет он врагом стал и знаете как уничижительно о нем стали говорить что он темиряется что он какой-то неправильный темиряется уже прожил неделю книгу с ним издали ну тут теперь о грустном вот это вот еще лоскутное одеяло еще один кусочек Мичурин своих внимание я не могу проходить мимо я же не виноват что вот это кто-то кто-то взял и выставил интернет лучше бы ни этого не делал Мичурин своих избранных трудах 48 года выпуска писал что яблонь и груши нужно подвергать обрезки каждый год еще и осенью до середины ноября а теперь я до сих пор это провокация где-то все обзялись фотографии да с какой-то книги перефотографировали легко вот же я перефотографировал эти самые глупости можно просто пролистать избранные труды и посмотреть есть ли там такое или нет а кто это будет делать ну у меня есть я периодически читаю посмотрю да ты как-то все там там так он же вот всего 5 сантиметров толщина смеешься все что угодно если бы он написал избранных трудах такое-то глава такая-то там такое-то такое-то место то есть это вообще просто может это он и не говорил никогда я поэтому никогда не обращаю да я не могу да я не могу пройти мимо это же тысячи людей читают да никто не верит таким если нет ссылки на первоисточник никто это читать не будет простые советские люди верят всему ну наверное стоит ли удалять нижние ветки опять посмотрите я уже это самое точно если я помню когда-то от инфаркта Мичурин писал что нижние ветки нужны яблони несмотря на то что не водоносят вот заметь да то есть он писал что они нужны да так я и говорю меня это меня спасает меня не договорил от инфаркта только то что он но у него другая причина они прикрывают ствол от парящих солнечных лучей не пропуская не допуская перегрева нормально ну пусть хотя бы это лишь бы только не резали то есть Мичурин писал что нижние нужны и опять же где писал когда писал но это мне уже слабило это чуть-чуть с яндексом как это значит меня чуть-чуть ну чуть-чуть меня это чуть-чуть понятно да опять пошли опять пошли кого еще предостеречь вот они мои абрикосы помните там вот это вот снимок черный абрикос он не мой но настолько знаменит что его крали сотни присвоили хотя на самом деле что происходит а вот моя тоже одна из самых популярных в мире фотографий я горжусь этим моя вот она вот я столько с этих наворовала если что мои я их не могу идентифицировать а теперь еще раз и на этом мы закончим наше время истекает я к сожалению ну не успел я туда отвез Тимошку покататься на качели это все это с ним от прошлогодних сейчас я был весной нет листов все сожрали кто сожрал деревья сожрали пищевая цепочка челли муравьи тут участвуют и эти самые грибы самое главное вот без грибов она ну это как пищу которую не перевариваешь грибы переваривают пищу и дают деревья подают прям вот как на подносе прям рот им свое дерево потому что у них корни это их не рот вот вот ну подогревшую сделаю ну не было с собой фотоаппарат привезли детей говорю ну пока я боюсь вот рядом лес я их пасу они играют все вот смотрю нет листов а эти надо раз она и вред надо лесников заставить пусть бы миллионы гектаров грабли и сжигать вот там посчитали бы дурь а в садах это не дурь это благо вот сад вот он погоди а я фотографию это сделал а нет это в фильме у меня вот все чисто все вот это все исчезло без следа представляете я так поразился я знал это но я не но я не приглядывался специально чтобы а сейчас сам дурею ну все да обед обеду в гусаре забыл эти слова те которые ушел с обидой он вырастил лучший сад в сибири да еще из косточек и семечек ушел непризнанный непознанный вот за свои там где-то копейки немножко книг печатал вот так обидно страшно обидно вот кстати сверху лежит мой этот самый Петр Великий да я говорю а что он мелкий ты что хотел загружать такой был а другой год а другой год он такие говорит а я дал вылечку и забыл у меня все пожгли она дерево сидела у нее спокойно сейчас я сегодня это это на двухлетней прививке я увидел первую проснулась цветочную цветочную мне надо иметь получить то что я сукарин то есть теория а я привел третьим этажом а внизу все равно дичок манджриц а надо бы вторым этажом а я сейчас же академика ращу так вот и тебе подарил два нет три от ситрова три вот этих они на гляне растут они вот такие так вот некуда пересадить чтобы вот еще годом порасти потом привив прямо тут прямо на академика вспомнил как подвой привив Петра Велики присылаешь гиганта на гиганта вот если буду жив я пока призывлю то что я привез в Украину в чистом виде то есть плоды которым вот надо банку поднести сейчас не входит не входит банку трехлитровую вот я живу сейчас этим он меня представляете чей теперь это он спас а я свой загубил ну как загубил сад сад вместе с моими абрикосами а вон а вон я говорю а какой третий сорт как а какие аплодис а были какие и показывает вот так который банку теперь его нет живых вот Сергей сделал пять прививок пять пошло вот все ходит посадывает место жмется не хочет с кем делиться и тебе не даст даже как не улыбайся вот вот эти пять но они на моих же все привиты а могут быть а я все равно им верну эту крупность почему по моим понятиям вот этот академик уже из косточек впервые в жизни я жил в прошлом году посадил косточки крупных абрикосов я впервые чувствую что скоро помирать надо не смешно и вот получается я со всеми делюсь как ну между нами гемические разговоры такие о чем-то секретном вот вот еще вот это вырастет на академиках а у меня там и десяток вот вырастить привить Петра Великого и вернуть вот все эти качества а пятый академик должен уже быть он уже не должен замерзать то есть на этом мы сегодняшний заканчиваем но зато на приятном а еще это я фотографировал у него в прошлом году да он был жив вот это не Петр Великий я назвал его абрикос Воднера почему ну концов не найдет а я имею право почему потому что я должен был подъехать к нему в это время а там должно было стоять двадцать машин со всех институтов начиная до Востока Урал Сибирь Москва вот и тут должны были стоять восемь лет и чтобы меня близко не подпустили туда чтобы каждая костика досталась науке это все феноменально вот даже ну давайте искать следы парши а давай искать манилиоз я слово вот это несколько лет не могу запомнить ну не могу еще сейчас пытаюсь запомнить как комикоз ну этот вообще я до смерти не запомню почему потому что нет этого вот так ну что закончили сколько мы ровно половину а там опять все откладывается ребята на чьи вопросы не ответил оно там еще это 130 а еще 131 132 133 135 вот так что еще договоримся я надеюсь что мы с вами не расстаемся все дальше буду даже показывать продолжу заканчиваем ну как заканчиваем и мы сейчас переходим в раздел вопрос и ответы так там еще поговорим пишите вот и мы еще успеем что-то еще какую-то тему рассказать как-то помню полтора часа разговаривали а бывало полчаса поехали я перемещаюсь и мы пошли на кухню надо чай сегодня заварить так что-то